Иваново один из немногих провинциальных городов, куда регулярно съезжаются любители альтернативной музыки. На этот раз на финал межрегионального фестиваля «Эмергенза». Этот музыкальный марафон проходит в более чем 20 странах мира. Его участники – начинающие полупрофессиональные группы, которые играют в любой стилистической направленности, но обязательно вживую. В «Эмергензе» самое главное, на мой взгляд, олимпийский принцип участия. Группа, которая участвует, мы не забываем, мы стараемся как-то делать так, чтобы они участвовали в движении, в рок-движении в целом. Для многих участников это реальная возможность засветиться и попасть на музыкальные площадки «Доброфест», «Антифабрики», «Соседнего мира» и многих других масштабных фестивалей. По условиям межрегионального конкурса победители выбирают сами зрители непосредственно на концерте. Такой вариант судейства, по мнению организаторов, является самым справедливым. Когда в первый год фестиваля я спросил у Мася Маскало, это главный организатор фестиваля, кто, собственно, зародил его в Италии, почему именно такое голосование? Европейцы очень умные люди, они ничего не делают просто так. Во-первых, там идет очень сильный психологический момент, когда группа после себя видит лес рук и битком набитый зал, это очень сильно стимулирует команды. У них появляется вот такой огонь в глазах и даже не обязательно, что они победят у нас на фестивале, но у них огромные возможности проявить себя где-то еще. Фаворитами вечера стала группа «Калиса». Они выступали почти в самом конце фестиваля и забрали все аплодисменты и крики ликующего зала. Сами музыканты не стремятся объяснять свой успех, но им важно, что зрители их понимают. Изнутри выражаться эмоциями, как можно больше эмоций дарить людям. Эстетика, красота, может быть, какая-то немножко темная, но так и квадметал. И немножко светлая. И немножко светлая, да. Да, так и есть. 1 июля «Калиса» отправится в Москву на национальный финал «Эмергензе». Уже там международное жюри определит лучшую команду. Победители российского конкурса смогут поехать на 30-тысячный опен-эйр в Германию, чтобы представить нашу страну перед всем миром. Но эйфория от победы не изменила рабочий настрой группы. У «Калисы» серьезные планы на будущее. Безусловно, планы есть, концертная деятельность, записи альбома, издания и так далее. Будем работать на то, чтобы стать более интересными для общества. Остальные музыканты признавали, что «Эмергенза» для них – это в первую очередь возможность поиграть на хорошей площадке с неплохим звуком. У нас большая беда в городе, это первое на первое. У нас в стране плохие дороги и дураки, а у нас в городе звука нет. Звук нет. То есть те люди, которые могут этот звук поставить, там различные фирмы, которые занимаются прокатом, просто организаторы в большинстве своем просто-напросто шмотятся и не хотят платить людям за действительно хороший, качественный звук. Но несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются наши музыканты, Иваново остается главным городом в России, играющим качественную альтернативу. Когда первый раз в Иваново вообще в России проходила «Эмергенза», то есть это было три города – Москва, Санкт-Петербург и Иваново. Иваново вот на тот момент был как раз столицей музыки. Я раньше об Иваново, ну как и большинство россиян, думали, что здесь живут только ткачихи. Вообще это признанный город невест, но Иваново доказывает, что здесь еще рубят очень хороший металл.